И кто-то уже заберет его после этого матча. Надо подниметнуть головой этот тропей. Орла из гнезда. И это Иглсор! Иглсор! Люди просто стоят сейчас. Они даже не сидят. Все ждут выхода этих команд. Даже я встану, я хочу это видеть. И вот они, команды, идут на сцену. Сикрет и ОДЖИ. Плечом к плечу. Как и всегда. Сконцентрированы. Кто-то улыбается, кто-то нет. Десять игроков. А Телли реально рад. Дарили его улыбку лучше заранее. Ну да. А как тут можно быть недовольным? Все-таки гранд-финал. Это не просто так. И это самое большое достижение пока в истории для Ноутейла. Станет ли это достижение сам? Самое, значит. Узнаем через пару часов. Ну и расходятся. Расходятся по своим кабинкам, команды. Ух. Я даже немного вот сейчас разнервничался. Я боюсь представить, что там у игроков. Да я вообще вспотел. Хорошо. Не очень, наверное, но... Да нет же, хорошо. Ладно, ребят. До старта игры остаются считанные минуты. Поэтому я предлагаю потихонечку перейти к ставкам. Последний раз за этот турнир я обращаюсь к вам, зрители, с тем, чтобы вы сделали свой прогноз. Заходите в группу ВКонтакте Dota2RUHUB и делайте, принимайте свое решение, кто же из этой встречи выйдет победителем. Кто унесет с собой золото, кто заберет Eagle Song. В группе ВКонтакте Dota2RUHUB вы можете найти опрос на этот матч и выбрать наиболее подходящий для вас вариант о том, как же закончится эта встреча. Ну и я спрошу наших аналитиков о том, что же думают они. Вот, например, Александр Хвост-Дашкевич и Артур Габлак-Костенко, которые на сегодня, да и, в принципе, на этом мейджоре уже закончили свою работу. Теперь они будут в качестве зрителей исключительно на этом турнире. Они проголосовали оба за 3-1 в пользу Team Secret. Ну а что же думаете вы, Егор? Вот я бы тоже хотел сказать 3-1 в пользу Team Secret, но мне надо обгонять Артурку. Ну и ОГ меня порадовали, так что... И мы еще знаем, что Пупей любит закинуть хотя бы одну карту в Best of 5, да и в Best of 3 тоже. Так что раз уж Best of 5, дадим ему право закинуть 2 карты и скажу 3-2 в пользу Secret. 3-2 в пользу Secret. Зафиксировано. Ярослав, что думаешь ты? Я думаю, я думаю, что 3-2 в пользу OG. Объясню я это следующим образом. Я думаю, что OG сейчас находится на кураже. Команды, я думаю, что примерно равны. И есть все шансы. Ну и я хочу верить, что случится история так называемой Золушки, где два игрока кикнутых из одной команды. Один Крид, который старался пройти в прост сцену лет 6, но у него все не получилось, не получалось. И вот его чуть ли не первая профессиональная команда. Один парень, который вообще нигде не играл, а просто набивал ММР. И один парень, который играет в Доту примерно год. Эта команда уникальна в своем роде. И я хочу верить, что пройдя такой длинный путь, пройдя вот эту всю огромную сетку лозеров, они смогут довершить начатое и взять трофей. Это было бы дико красиво, дико круто. И я был бы дико счастлив за них. Ну и, Сереж, что думаешь ты по поводу этой встречи? 3-2 я поставил. Да, да, да. А я 3-1 тоже ставлю нога. Думаю, силенок не должно хватить тоже на поражение. Сейчас будут жестоко играть. Хотя бы первые карты, это точно. Если они их сильно не закинут. Ну и начинаются пики первой карты гранд-финала. Первого в истории мейджора. Я для наших зрителей напомню, что так как это гранд-финал, то за угаданную команду, которая победит в этой встрече, вы получаете 2 очка. Ну а полностью за угаданный результат вы получаете 4 очка. И зрители имеют шанс стать лучшими предсказателями? У зрителей сейчас 29 очков, они наравне с Егором. Они на 1 очко уступают сейчас Артуру. А как там мы? У тебя сейчас вместе с Серегой по 27 очков. Хвоста 25? Хвоста, да. Кайф. Ладно, там пики. Если вы выиграете нас, то в студии аналитики больше не будет. Банят Висап, банят Shadow Finda. Это, собственно, те два героя, которых вчера против Фуджи банили. И Ехом. В тот момент, когда они уже разобрались, как играть. Но, кстати, им это не помогло. Ну, собственно, это, естественно, один из самых сильных героев. Миракл СФ, ну и Висп, который тоже очень сильный. По мне, так ОДЖи делают правильное решение. Они просто убирают Эмбер Спириты. Он вообще не нужен. Не играются в эти игрушки. Не надо в них играться. И щупать не надо. Щупать сейчас купеем. Давайте на первой карте пощупаем Эмбер Спирит. Вдруг мы с ним справимся. И тут раз, и все. Уже две раппиры. Смотри, селедочку забрали. В ответ уже Винтер Вайверн сразу, который, естественно, селедочку контрит. Уже и ВР-ку пикать сразу не хочет, и Сикретом. И пока ОДЖи неплохо. Ну и Таск открыта. Это божественный. Сигнатурный пик. Они, собственно, последнюю карту против Тега именно выиграли этими двумя героями. Если Попей не забанит Шейкера, потому что захочет законтрить, я не удивлюсь. Ну да, сигнатурного Шейкера Датмон Миндера. Бегал он уже. У нас 14-2. После 0-2 на старте. На той игру, где играл Тинкер, он развалил соло вообще. Солиандров. Просто в Солиандров. Мне подсказывают, что матч между ОДЖи и Тим Сикрет это первая их встреча в принципе. Так Сикрет и не играли в онлайне именно те турниры, что играли у Гоа. Ну ты взял и преуменьшил сейчас вот этот хайп между... Первая игра в истории, боже мой, Тинни. Странный пик. Тинни для Пайлайдая. Возможно. Теперь ворует героев. И все. Но Тайл уже не хочет играть в эту игру. Показывает нам команду ОДЖи. Сидят они, кстати, к нам лицом. С нашей стороны. С противоположной со стороны комментаторов сидят Сикрет. Поэтому я буду болеть за ОДЖи. Я буду болеть за ОДЖи. Так, а я не... А сделай свою ставку? Да, сделай. На гранд-финал. 3-0 ОДЖи. И тебе дадут 30 очков. Да, если угадаешь, 30 очков. 30 очков. Так, а смысл? Я не выиграю. Вот в любом случае даже с 30 очками. 35 очков. 35 очков. 35 очков устраиваю. 74 очка. Если нет, если ОДЖи выиграют 3-0, тебе даются 35 очей. Все, договорились. По рукам. Меня устраивает целиком и полустой. Сейчас будем топить. 5 секунд. На, на. Уходят в банн-андайнг. Но это андайнг, в котором тоже ОДЖи очень часто играют. Флай, что не игру, то на андайнге рассекает. Правда, я думаю, Флай уже будет играть на Винтер Виверни, поэтому толку. Набрали нам в Твиттере. Это не первая встреча между ОДЖи и Сикрет. Ложь. Эх. Ну, да, вообще, на самом деле, андайнг вряд ли уже был бы. Но Мунминдер мог оказаться на узкие. Тогда Критбэй мог сыграть на Виверни. И, опять же, Флай на андайнге. Но думаю, что они не особо хотели. Андайнг, Шейкер, мне кажется, баны будут. Но долго очень. Забанили все-таки Бэй на ОГ. Я видел этого героя во второй стадии у Сикрет. Или он просто не побоится и уничтожит на той линии Шейкера. Не даст ему ничего сделать, пускай уходит. Ты знаешь, Шейкер все равно может стоять, за счет того, что он блочит крипов, фиссурой. Он третий ловил, он спокойно получает на хрань. А, а потом он может уходить, гангать, потом на мидл. Что-то мы Спирит Брейкер не видели уже очень долгое время на этом турнире. Вначале его брали что-то не в первой стадии. А он обегали. Он закончился на цедеках. Потом просто перестали брать. Да, Вертус Крон закончился. И теперь все любят тускаров, слордаров. И даже тени без виспо. А Баратрома уже все разлюбили. На самом деле, кстати, Шейкеры не уходят в бан. На самом деле, Спирит Брейкер почему, возможно, не пикается? Потому что что ни игра, то уход в лейт от всех команд. Никто уже не хочет воевать на ранней стадии. Все хотят взять лейт, закрепиться в нем. И Спирит Брейкер все-таки при игре в лейт, он так себе герой. Да, ну не скажи. Да нет, нормальный герой. Он довольно сильный. Он бьет через БКБ. Он нужен для того, его все берут, не то чтобы фармить, а для того, чтобы навязывать доту какую-то агрессивную. А сейчас так стали поменьше играть. То есть агрессивничают, агрессивничают, но в меру. Саппортов стараются набирать таких, которые... Ну вот вам, например, Виверн и Дазл, чтобы помочь своим кэрри убивать, чтобы сейвить кого-то. А Спирит Брейкер, он просто бешеная корова. Не удивлюсь увидеть виндранерку для Миракла от ОГН на четвертый пик. Я не удивлюсь увидеть кускарах. Хотя нет, удивлюсь. Слардар Тинни. А, аппарат-то, кстати, забанили. Да, да. Это, возможно, именно Хускара сейчас возьмут ОГН, потому что на пятый бан Сигрет должны бы его подбанить. Ну да, есть все для Хускара. И на ласт пик что-то вроде ВРК. Есть все для Хускара, но на самом деле есть кое-что и против Хускара. Все-таки Хускар, он боится физики очень сильно. Он против и Тинни, и Слардара довольно плохо. Но Тинни здесь, возможно, с суппортом будет. Не, но если руководствоваться той логикой, которой, например, вчера довольно верно руководствовался Артур, то да, все равно идет Хускар на легкую, фармит себе там быстро Армлет, Доминатор, ПТ. И вот эта гопша вся идет на тебя. И пофигу, что там Слардар и Тинни, они еще все без итемов толком. Они все равно его не могут убить, он все равно получает Грейв. После Грейва он еще может получить Колденбрейс, потом опять Грейв, потом опять Колденбрейс. А украдет ли сейчас купе и Хускара, вот зная то, что сейчас нет аппарата у него в арсенале, есть Дазл, есть Виверна, и вот могут сейчас следующий миг забирать Хускара. Может быть это будет Мипа? Может он украдет еще этого Хускара? Кстати, Мипа может быть. А Мипа неплох был. Ну просто тут Мипа, Слардар, Тинни, получается какая-то... И Тинни, Саппорт. Ну Тинни, Саппорт, ждетящий Мипа и Слардар. Это, кстати, две команды, которые отлично играют с мипарем. Но вот же не будут брать Мипа против Тинни. Это Хускар сейчас должен быть. Это будет отстой. Аппарата забанили что-то на него. Мне кажется, что подпушили Хускар. Тем более, что это Шамман такой еще сладенький заходит. Бруда еще в поле есть, мы забываем про нее, она всегда может заезжать. Вот, кстати, да, сейчас Хускар если возьмут, то бруду... Брудой могут ответить Сикрет. И это будет выглядеть не так слабо. А Климент любит этот отвести. Отвести взгляд от... Внимание от чего-то, а потом раз с пятым пиком и забираешь. Ну да. И уже один раз на это Питер... Повелся. Да. Весь резерв тайм уже кончается фактически у команд. И долго думают у Джина над этим пиком. Нужен Хускар или нет? Вот над чем они сейчас думают. Просто либо сейчас ВР-ка, либо Хускар. Раста на самом деле его тоже очень хорошо контрит. Хускар взорвет сейчас зал, я уверен. Если он будет пикнут неожиданно. Очень много дизайбла. Траст получает еще змейки, которые тебя пробивают довольно. Огромное количество пиздики. Ставятся змейки плюс амплифайд с лордара. И Хускар там склеивается в секунду. На самом деле это более чем рисковый пик. Ну, это все еще надо исполнить. Я, кстати, заметил такую еще тенденцию, что чем ближе мы к финалу подходим, тем меньше получается ганга со смоком. Где-то 25% гангов только проходит. Все-таки выбрали лайнсера. И, а, они-то, возможно, думают, что Тинни наверняка будет суппортом. А Тинни-то вообще на корр позиции контрит лайнсера тем, что убивает иллюзии чуть ли не с двух ударов. Я знаю, я записывал видос с Ярославом. Я не удивлюсь, если сейчас секреты трахнут ми патча. Могут и так сделать. По маленькой? Ну да. Не, ну а что? Какого-то... Не, можно Тинни сделать корром, но, мне кажется, не в этом идея. Да, вот сейчас этим пиком лайнсера заставляю только думать над тем, что... А может быть Тинни корром сделать? Тинни корр... Если у тебя был еще какой-нибудь алхимик в команде, вот он нафармил бы ему Аганим, а Тинни уже уходил в жесткие артефакты, чтобы лайнсера сразу убивать на минуте 25. Не, ну тогда это был бы Тинни, корр, алхимик, корр и лсардар корр — это римилишника, а против тебя Винтервиверный. Совершенно не хочется так играть. Это Клопа. Клопа, да, это такой герой, который... Ну, может подконтрить этого лайнсера в мидгейме с ранним Моркидом, загонгать его до появления диффузов у лайнсера. Лайнсер, на самом деле, еще раз сформиться надо. С героем Team Secret они будут довольно-таки мобильные и бегать по карте постоянно. У Secret очень жесткий пик, и здесь, кстати говоря, Queen of Pain в миде будет очень жестко ловнить, потому что у нее Тинни будут воровать крипов, ну, точнее, для нее отводить крипов в лес, и против, кто бы ни пришел против Queen of Pain, будет страдать этот герой. Ну, а кто может прийти? В принципе, Windranger все так же у нас остается... Ну, она, собственно, уходит в бан, и теперь она не остается. Да, это Viper остается. Лина. Довольно хороший герой. Viper. Он и против Попы хорошо стоит, и против, ну, Слардара плюнет, Тинни плюнет. Вайпер. Нет, мне вообще Viper не нравится, что-то фиг знает. Вообще медленный будет пик. Медленный, очень медленный, очень какой-то на раскачку, и Viper под амплифайами, всем этим... Но КВПа в миде нормально. Не-не, Лина, мне Лина только нравится. Лина тоже хороша. Да, Лина, я согласен. Лина тоже пик получается мягенький очень. Мягенький, да. Лина потом подрубит всех под корень. А Viper делает этот пик таким, что... И Viper может раньше Мекку купить. Нету Веспа, Тинни очень будет страдать как раз от Viper. Для этой Тинни, не Core, ему пофиг, что он страдает от Viper. Здесь будет Core Queen of Pain, они еще возьмут одного на легкую. Да, это будет ласт пик, и они могут подконтрить. Бруда все еще, кстати, в пуле. Могут быть и так. Вокер. Хорош пик. Вот они, овации, овации, то, чего я ждал. Вот Иван, последний корр. Они понятны. А слушай, они очень довольны антимагом, по-моему, у нас зрители. Не знаю, мне пик секретов нравится больше. Ну что же, первая карта, гранд-финала, первого в истории мейджора. Начинается прямо сейчас, и мы передаем слово нашим комментаторам Вове и Рустаму. Спасибо, Иван. Всем еще раз привет, с вами Адекват и Мейлшторм. И мы начинаем просмотр интереснейшего матча турнира. Команда ОГЭ играет против команды Сикрет. И именно под этим тегом ОГЭ с Сикретами не встречались. Да, они играли, если верить статистике однажды. Это было совсем недавно на MLG. И, насколько я помню эту игру, Манки Бизнес еще тогда выиграли в первой карте. Но затем Сикреты их перевернули. Ну и сейчас ОГЭ, в которых на самом деле мало кто верил до сегодняшнего дня. Да и, в принципе, сегодня тоже во время матча с ЕГЭ, особенно после первой карты, имеют все шансы сотворить действительно чудо. В то время как Сикреты у нас довольно легко прошли по своей группе и по венерам, ОГЭ сыграли сумасшедшее количество игр. Напомню, что это команда, которая не была приглашена. Да, несмотря на то, что очень много у них общего по своей истории создания, но Сикретов пригласили на мейджор, ОГЭ пришлось пробиваться своими силами. Ну и давайте посмотрим, кто у нас какого героя забирает. В команде ОГЭ Мунминдер будет играть на Таске, Нолтейл на Фантом Лансере, Крит на Винтер Виверни, Миракл на Инвокере и Флай на Дазли. Вот бежит эта команда сейчас уже и Лиса. Сейчас посмотрим быстренько за моменты, потом обратимся к Сикретам. Видят Энви, Мунминдер просто идет вперед, получает стан, ничего не делает, Сноубол езается только сейчас, что делает дальше. Энви получает слишком много дэмэджа, Сноубол пролетает дальше, большие проблемы и Энви, Энви погибает, минус один, Мизери лоу ХП, Флай пытаются рассерзать, Флай тоже отправляет в Таверну, один в один. Мизери проседает, еще одна тычка, потом Лансер, это два в один. Драка продолжается, Мунминдер слишком мало ХП, Виха пытается его добить. Снова залетают Досы, ныряет дальше, Виха добивает Ускара, это два в два. Драка продолжается, у Крита лоу ХП, Крит погибает тоже, Пупей делает даблкилл. И нужно убегать отсюда, потому что все уже резнулись, и нужно занимать свои позиции на линиях. Неплохо. Смотри, дальше гибает просто Виху, добивает он с руки, но Тейл, но Тейл, еще 130 ХП есть, плюс есть Хилинг Селф, Виха ныряет дальше на блинке, и снова продолжает бить Нотейлу. Он очень хочет сделать на нем фраг, но Тейл, Хилинг Селф на хайграунде, будут промахи, Виха его просто не видит, поднимается на пригорок. Еще один удар, потягивается Дазл с подхилом, и в итоге фраг сделать еще один не удалось. Но размен получился от 3 в 2, вот это вот начало. И ты знаешь, когда аналитики говорили о том, что здесь будет мясо, мясо мы с вами видим уже на первых минутах игры, даже до старта фактически этой карты. Это здорово, это очень-очень круто. Ну и что касается финала, почему он должен быть суперским и интересным, потому что всегда, когда есть фаворит в каком-то турнире, и он встречается в финале против андердогов, против темной лошадки, это всегда интересно, это всегда непредсказуемо, это всегда должно быть очень захватывающе. Так что посмотрим, как эти команды будут у нас действовать в рамках первой карты и в рамках всего матча в целом. Итак, что касается секретов, товарищ Энви на антимаге пока занимает мид-позицию. Пайлайдай, конечно же, суппорт Тинни, сейчас будут ему довольно активно мешать крит вместе с флаем. Так, обратите внимание, поставлен вард, видно прекрасно ПЛД. Он может подставить, у него всего лишь 300 хп. Он не видит, он не видит ничего. И вот, начинают бить Пайлайдайя под хил и минус Тинни. Оу, джи. Отличный фраг. Отличный фраг. Снизу мы видим Квин оф Пейн от Вихи. На топе будет стоять у нас товарищ Мизери на Слардаре. Очень классные линии поставили ОГЭ. Они мешают отводить Тиннику, забирают его. Лансер спокойно стоит против Квапы, так его еще и поддерживают пара героев. Ну и Таск против Слардара хорошая линия для Мунминдера. Для Мизери, понятное дело, тоже линия ничего. Но здесь будет интересно понаблюдать, кто же кого. Там, да, там-то будет довольно интересное сражение. Один на один. Тускар, Тускар Слардар. Даже непонятно на самом деле, потому что Слардар вроде как должен быть таким посильнее персонажем. У него 5 единиц брони, все-таки поболее будет. Плюс под хил, плюс щиточек. Ну, у Тускара есть нчат от Манго, есть тангустики. По идее тоже должен неплохо стоять. Посмотрим, кто здесь, кажется, сильнее. Крита теряем перекладывают. Крит. Ну, слишком уж затерялся в чужих лесах. Наглость вот эта вот, она, конечно, поначалу была оправдана, но сейчас подставляться нельзя. Не дал Тиня отвести, но, тем не менее, отдает фраг. Не очень хорошо это. Ну и, в общем, как мы видим, Майнд Геймс у нас стоит с другой стороны. И именно этого мы ожидали. Именно это мы вчера наблюдали в потрясающем матче Evil Geniuses против Secret, где каждый пытался перехитрить соперника, но игры в итоге получились просто шикарные. Ну и пока что драфт действительно выглядит интересным. Вот я помню, как сейчас буквально помню, аналитики предсказывали, что не будет у нас такого интересного драфта на этом турнире, но буквально со второго дня группового этапа стало понятно, что это не совсем так, мягко говоря. Ну и еще очень заметно то, что команды действительно по ходу действия этого турнира друг к другу пригляделись. Уже основные стратегии, основные тенденции знают. И как узнают, как играет противник. В частности, вот такие вот ворды и заходы на тени, они тоже исходят из того, что уже Сикреты показывали такой геймплей, поэтому PLD очень-очень сложно что-либо сделать. Ну и Сикреты в ответ тоже ставят свои линии, прекрасно понимая, как будут расставлять своих персонажей OG. Но, правда, не сказать, что антимагу здесь, конечно, весело. Да, антимагу совсем не просто против инвокера. В начале игры этот персонаж, конечно, шикарно заходит против инвокера в лейтгейме, но на стадии лейнинга, один в один на миде, инвокер чувствует себя поуверенней. Я бы также обратил внимание на то, что у Мунминдера прокажет против Свардара легкое преимущество. Нападение на Ноутейла, Доппельгангера нет, есть пять стиков. Продолжают сбивать его, получает дротик. И Шелу Грейв, флайт только-только получил второй уровень, прокачивает Шелу Грейв. Его сразу же юзает Ноутейла, будет под хилл под конец действия Шелу Грейва. Виху можно пытаться развести, но Виха дальше не пошел, у него МП не хватало. Какие же у них стальные нервы, у этих ребят, буквально в последней секунде. На Миракл, смотри, на ПЛД, соло. Красавчик Миракл, но теперь нужно отсюда спасаться. Есть у него Гост Волк, нужно юзать сейчас. Если хочет, ох, как же ему больно, Интер Виверно заходит, нужно подхиливать. Есть Тодем Рейс, качал только что Крит, и был готов, если что, спасать Миракла. Подтягивается ПЛД, у ПЛД левел второй, 0-2-4 у него старт. Ну, четыре асиста были сделаны как раз-таки в начальных разменах, а вот дальше две смерти, это, конечно, неприятно. Вот они, два капитана встретились на руне, Флай и Пупей друг другу намяли бока, но здесь, конечно, Дазл чуть-чуть посильнее, особенно если у Шадоу Шамана нету МП. Ну и продолжаем смотреть стадию Лейнинга. Очень тяжелая ситуация у Мизери. Он не купил Орбов Веном, вообще у Миндера получше закуп. У него вначале и Манга было побольше хиллов, и, как мы видим, это дало свои плоды. И сейчас Сорбов Веном слишком хорошо себя чувствует, Мизери приходится здесь в инвизе просто получать экспу. Да, Тускар действительно пока выигрывает свою линию, 24 на 5 у него крипстат, у Слардара 15 на 3, и Слардар Транквил только-только приобрел, что позволит ему виргениться и на базу не идти. Но, в любом случае, конечно, тяжеловато. Тускар сейчас поднимает себе левел, соответственно, нюки у него становятся тоже посильнее, а значит, что Мизери в какой-то момент может просто-напросто просесть, если не будет следить за своим здоровьем. Итак, верхняя линия, получается, за командой ОГЭ, снизу Виха чуть лучше, чем Ноутейл стоит, и линия за Сикретами. Ну и на миде ОГЭ, как мы видим, тоже чуть получше. Антимагу тяжеловато против инвокера, и вот этот вот контратини довольно простая. И, как мы уже видим, когда этот тини появился впервые, команды не знали, что против него делать. Сейчас уже становится понятно. Энви перетягивается на легкую линию, на верхнюю линию у нас перетягивается Ноутейл. Ну и Кэрри нашли свои позиции в итоге. Да, да и мидеры друг друга найдут тоже, опять же, то самое противостояние двух самых крутых, наверное, затротов на текущей профессиональной сцене в плане соло-рейтинга. И у Вики, и у Миракла в одно время было 8К, и вот сейчас они будут встречаться друг с другом на миде. Интересное будет противостояние. И же 8К больше. Да. Ну, пока, в общем-то, Квапата пришла с легкой линии, да, у нее там и 1.02, когда хороший. Хотя у Миракла, в принципе, тоже 1.02. По крипам, видим, чуть получше у инвокера, однако больше своих не увидел. Выход от Слардара в мид. Неужели не увидел сейчас? Боже ты мой. В итоге стан попадает в Миракла, но Колд Эмрей спасают его. На перетяжке крит замедляет Квапу, замедляет Мизери. Да, и здесь забрать никого не получилось. К слову о 8К. Миракл успел среагировать, прожал колд снэп перед первым станом, перед первым башем от Слардара, когда он хотел завязать фраж. И в итоге это подзамедлило немножко Слардара, и он успел идти по талу. Я бы сказал, как-то поздно все равно, учитывая, что крит заметил гораздо раньше Слардара. Такое ощущение, что немножко отвлекся. Стоит отметить, что у ОГ очень нежадные саппорты. У них Даззл и Виверна два саппорта фактически пятой позиции. Что самое интересное, при том очень сильные в лейте. Если мы посмотрим на Сикрет, да, в лейте они тоже хороши, но каждому из саппортов нужны артефакты. Это и Шадоу Шаман, и тем более Тини. Есть такой вариант, немножечко по стаде драфта, да. То есть было видно, что первые два пика заходили там всякие Слардары плюс Тини, что в принципе уже Контрила и Винтер Виверна. Но вот ласт пик инвокера это очень ситуативное такое решение. Инвокер, особенно, который играющий через Куас Фекс, он действует более как суппортищий инвокер, да, такой семи-суппорт, скажем так. И понятное дело, что в более поздней стадии игры ему будет тяжеловато кого-то убивать. Так, например, как это будет делать антимаг или условно тот же самый Сларда. Да, конечно, когда ты пикаешь инвокера, и после этого пикается сразу же антимаг на ласт пик, тут в пользу антимага ситуация, но посмотрим, что у нас продемонстрирует Мерикл. Все-таки инвокер это персонаж, у которого неограниченные практически возможности, только бы головы и рук хватало все это исполнять. Мизери, как мы видим, совсем прогнали с линии, он взял себе шестой левел и транквилы. Что касается Тусика, он тоже не фармит, но он теперь делает отводы. И, как мы видим, набрал уже аркан ботинки, и побольше это, нежели у Слардара. Можно уже переключаться, думаю, на Нетворсы. Как мы видим, Миракл топ-1 на втором месте, Квин оф Пейн, антимаг с Пелом практически вровень. И вот Мунминдер опережает Мизери буквально на 400 монет. Что касается Мунминдера, как раз таки, да, он получил свой левел седьмой, есть арканы, и вот он сейчас просто ждет момента. То есть не особо нужен ему сейчас сильно фарм на линии, сколько нужно где-то помочь своей команде и пытаться кого-то прогангать. Вот сейчас на данном этапе он крайне силен. Уже и Нотейл как раз таки на топ перетянулся, потому что знает, что Мунминдеру фарм больше не нужен. Пай-вай-дай. Забирают его, но здесь же Слардар. Есть, Флай, Флай не успевает, застанет, не успевает, застанет Миракл, антимаг здесь же. Грей в самый последний момент перетягивается Тусик. Скорее всего Миракл не выжит. Да, закрывает его собственный же Тускар. Очень неудачная игра от Мунминдера. Тут же перетягивается Нотейл. Виха умирает. Напоследок дает раскост. Отличный ман уводит от Энви. И нужно забирать Дазла. Можно, можно, можно. Гнаться за ним до конца. Он мешает довольно серьезно, но Тейл. Энви идет до конца. Будет блинк у него уже готов. Через... Так, вот он блинк дает. И Флай забирает от Трикл-Кол. Отлично. Смотрим файт-рикап. Это размен 3 в 3. И размен абсолютно равный. Два саппорта и соло-мид на два саппорта и соло-мид. Да, но вот с единственным только уточнением, что антимакс сделал трипл. А это не есть хорошо для ребят из LG. Да, особенно когда он выходит в быстрый ВФ. Быстрый ВФ, плюс левел хороший. Сейчас он постоянно будет подключаться. Пусть ПТ, вот у него еще уже есть и персференс на 10-й минуте. И топовые нетворс на карте. Зато вот страшно. Энви отпускать ни в коем случае нельзя. Конечно, я у себя там и в паблике писал. И многие, я думаю, ждут от Энви игры той самой, которую он показывал уже очень-очень давно. И многие даже забыли. И на этом турнире, особенно по вчерашним играм, было видно, насколько же он хорош. Нападение на Мизери. Мизери думал, что на развороте он сможет что-то сделать. Но в итоге ошибается. Блинка нету у Вихи. И можно забрать его. Три секунды, две, одна. Нет. ОГ забирают два фрага. Опять недооценка Тускар. Вот Мунминдер наконец начинает принимать активнейшее участие в таких вот разменах. Он знает, что он сейчас хорош. У него есть Snowball, у него есть Ice Shards. Где-то что-то происходит. По тавр лезет противник. Он приходит, хелпит и на развороте умывает. Шикарная игра. Прямо скажем, если не брать сегодняшнюю первую игру, где в принципе ОГ были похожи больше на парней из 3K РММ, то во второй и в третий Мунминдер был невероятно хорош. ЕМП акастуется на Шамана. Шаману не дают рискастовать ничего. Очень много дэмэджа получает Пупей. Диспелятся хоста и забрасывают его урна сверху. Боже мой, на развороте Миракла принимают, но Грейв. Грейв и Миракл уходят. А Шадоу Шаман умирает от урне. Да, ну реакция, опять же реакция. Вроде казалось бы, ганг стопроцентный. Индвигается на хосте Шадоу Шаман. Самый главный дизейблер в доте практически. Да, там как наряду с Леоном. И все, инвокер должен был отправиться наверно. Но моментальная реакция. И Шадоу Шаман погибает. Айнвокер снова пошел на Мизери. Залетают. Айшарс немножечко неудачный. Дэмэдж проходит. Был у нас удар с Валерас Панча. Но Мизери здесь живет. Плюс у него ко всему еще стики были. Так что более-менее. Ну и 10-7 счет. Очень активная игра. И то самое Мясмус происходит прямо на карте. 17 фрагов было сделано за неполных 11 минут. Есть на что посмотреть. Ну что и говорить. Многие опасались, что после победы над ЕГЭ УГ не смогут противопоставить Сикретам ничего в гранд-финале. И будет у нас Изи 0-3. Пока что непонятно. Здесь еще игра может повернуться в любую сторону. Но игру показывает УГ неплохую. Тусик фармит все больше. Фантом Лансер тоже хорошо одевается. И как мы видим, Винтера Виверна взяла шестой, как и Даззл. Да, по левелам там вроде бы все уже апнули свои ультимейты. Кроме Пайлайдая, кстати. А и Пупей тоже только-только левел пятый апнул. Вот здесь суппорты немножечко просели. Но чем плохо, опять же, например, на том Шадоу Шамане не иметь быстрого уровня, у тебя нет возможности даже подпушить Тавар. Казалось бы, должен быть пуш-потенциал неплохой у Сикретов, в счет того, что Пикестине и Шадоу Шаман. Но у них старт был крайне ужасный, поэтому пока они немножечко так инактивны. Вихо выходит с Пайлайдаем на топ. Будут сейчас пытаться сделать какой-то фраг. Тусик очень неудачно. Он влетает в этот момент на Мизери. Тусик. Да, думаю, что здесь нужно его кидать. Стики, да, забирают. Очень неудачный тайминг. Хороший ганг от команды Сикрет. И счет становится 8-10. Но, да, вот эти вот пару последних фрагов, они дали возможность саппортам вырваться чуть вперед. Если мы посмотрим на саппортов УГЭТа, у них гораздо больше там Арканцы на Шадоу Шамане, на Шадоу Престе, на Дазле. Как мы видим, Транквилы, Сол Ринг на Виверне. Прямо все отлично. И еще и Тусик подфармливает. Вот эти просто нужно воспользоваться. То есть вот на таких гангах Сикрет и пока, получается, по факту помогает своим суппортом. Получается, который снизил Финтерскерс пошел. Энви пытается забрать. МП его лишили через ЕМП. Энви хватает ему на Блиэнк, отблинковывается. Есть на нем Борда в Шадоу, живет. 10 хп разобрали инвокер, он будет жить. Он будет жить, фантастика. Энви насколько же сильно ему везет. И Крита также преследует. Но здесь же Нотейл на развороте. Доппельгангер защищает свою Виверну. Перетягивается Тус. Кольт от Дазла. Мизери нужно бежать. Мизери получает подхилл. Есть Соник Фейп у Вихи, но там урона просто-просто не Фейп, потому что пол хп. Все, у Аджи. Просто лакер Энви. Казалось бы, это чуть ли не стопроцентный фраг должен быть. И должны были его сливать. 10 хп осталось. Энви это знак, что в этой игре ты должен против тащить. Ну, уже не первый раз за турнир вот так вот на лоу хп он смог уйти. Так, тем временем у нас Пупей пользуется тем, что вышка сверху осталась одна. Крит пытается сбить ворды, но, как мы видим, ворды бьют очень больно. А сейчас еще и антимаг потягиваться. Посмотри, был уже колдом брейс. Если антимаг прыгнет с манавоидом, можно будет решить проблему, которая стоит на топе и машет крылышками. Так, так, так. И антимаг, ушка, да, залетает за спину, пробивает крита. Еще один удар и можно манавоид дать. Нет, 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 нет. Крит через Arctic Burn пытается уйти. Энди Бринками до него достать не может. И будет идти до конца, судя по всему. Ну, не хочется отпускать такой килл. Ударчик и манавоид. Нет, не хватает дэмэджа, ты посмотри. Там еще колдом брейс есть, Крит! Реакция есть, колдом брейс! И сейв ТП! Сейв ТП, где сейв ТП? Нету. Нет сейв ТП. Ну ладно, Крит в итоге сам выживает. Как много времени выиграл сейчас капитан... Вернее, не капитан, а саппорт команды Энн Миракал. Нападение на Пайлайдая. Выжигает ему очень много МП. Пайлайдая откидывается. Я думаю, сам страйк какой-нибудь дать, шальной такой. Ну да. Экзор даже в единичку не входит. Тем временем, таск, нападение на Виху. Виха уходит. Ульт Дазла, Вихе. Нужно как-то спасаться. Мунминдер, да. Мунминдер здесь его не отпустит. Минус Виха. Также в погоне за Слардаром, который убегает немножко не туда, куда ему хотелось бы. И уже Миракал его готов встречать. Колд снэпики отлично излетают. Айшард не пускает противника. Фирменный Тускар в исполнении ОДЖИ в действии. И отличный еще один фраг. Минус два сделали ОДЖИ в этом моменте. Ну, стоит отметить также Крита. Сколько времени он выиграл для своей команды. Антимаг практически ничего в этот момент не делал. Сверху он стоял, бегал за Виверной. Пушили один тавер. Тавер в итоге потеряли сами тавер снизу. И еще и потеряли двух кор-героев. Что важно. Еул будет выходить Миракал. Интересная сборка. Урна, Еул, Фейзы. Такая немножко необычная на инвокере. Но, как мы видим, необычные сборки, например, на Алхимике. Нестандартные, скажем так. Очень сильно помогают. Энви у нас уходит. Есть иррациональное зерно в таком айтем билде. Все-таки условно такой инвокер. Да, это классический инвокер, инвокер, который, ну, не обладает большим запасом здоровья. Например, крайне уязвим, если в него на бликах врываются. А тут вот есть еще и амплифай, который не дает ему в инвиз уйти. Какие-то там, условно, еулечки. Себе что-то сбрасываешь. Живешь, купишь себе форстаф и будет вообще практически неуязвимым персонажем. Ну, и при этом сам вкастовывать свои способности. Мека готова у Мунминдера. Вот интересно то, что, несмотря на трипл-кил антимага, как мы видим, шестнадцатая минута, а БФ-то еще и нету. На шестнадцатой минуте покупали у нас антимаги даже в ситуации, когда им немного мешали. Но, видимо, начало немного сказалось. Неудачное. Ну, там, да, в миде стоять было, кажется, тяжеловато. Потом трипл-кил вроде сделал инвиз, и произбегать не анатопин. Все, и суммарно как раз-таки не дало купить себе довольно быстрый БФ. Выходит на Миракл. Миракл. Задоджил стан. Убегает. О, как же его тяжело здесь найти. Поднимает в юл антимага. ЕМП. Колдснэп. Минус вся мана на развороте. Начинает бить. Как же больно. Тосует его в воздух. Но есть еще ветрак. Виновпейн здесь же нужно добить. А Миракл успевает. Один в три. Выигрывает этот размен. Сверху Виверна на Пайлайдае, который под ультимейтом Дазла. Очень больно ему. Виверна в итоге выживает. Минус Тинни. Флай сзади. Под Грейво. Мека заходит во Флая. Фулл ХП. И нужно отсюда отступать. Боже мой Миракл. Как же ты хорош. План перехват на Вихи. Виха. Так. Ну есть у него блин. Слушай, напали Нотейл. Нотейл не ожидал такой подставы. А нет у него же эскейпа. Проюзан был до этого Доббелгангера. Поэтому он погибает. Айшард прикрывает путь Купею. Мунминдер. Сейчас даст Пауэрс панч. Крит рядышком. Пробивается. Купей пытается с Денайдс Опеншинтов. И у него получается это сделать. Фидлок собрал. Красавчик Купей. Выжил Максим из этой ситуации. Атака на Курьера. Курьер живет. Но как бы Вихе это не стоило слишком многого. Сейвит его Слордар. У которого уже есть блинг. Пошел. Пошла атака на Виху. Поднимают его в Иул. Есть ЕМП. Минус Виха. Миракл подключается к драке сразу из таверны. И в итоге 16-11. ОГ опять выигрывают размен. Вот это вот игра, когда нон-стоп происходит драк. Сверху нападение на Флая. Флай успеет ли подхилиться дать грейп. Флай дает грейп. Теп-аут. Теп-аут. Там же баш пока кулдаун был. Можно было попробовать. Флай. Не стану Тинни. Поэтому все равно не ушел бы. Его отпустили просто. Не просто на самом деле Флай. Посмотрите на Дазлика. Аркан Буцима. Джеклот. И Драма Фэйнджеранс у него есть. Ничего себе. Вот это вот суппорт. С парабарщик. С фактами. Шикарен. Вообще. Вот. Так вот такая игра. Ну. Лютый паб. Да. По большому счету. Что здесь происходит. Он стоп драки в разных частях карт. Здесь хилищина какой-то общей идеи. Но. В такой игре. Вот эти вот миксы. Хороши. То есть. И Сигрет. Да. Как микс. Который образовался всеми давно. И ОДЖИ. И вот они любят такой стиль. И они так и катают. Но. Вопрос только в том. Кто будет более удачным. И кто будет чаще. И удачнее это делать. Да. Пока вот ОДЖИ справляется. Скажем так. С своей задачей убийства противника намного лучше. Огромное преимущество. Уже. Для 18 минуты. 5 тысяч. Причем. Нету каких-то сильно опережающих героев. У команды ОДЖИ. У них. У Дазла 4 тысячи. У Инвокера 7. Очень ровно. Как правило. С таким пиком. Крайне тяжело играть. Потому что. Кого бы ты не убил. Команда не становится значительно слабее. А с Дазлом и Виверной убить кого-то вообще в принципе проблема. Ну да. Особенно такими раскачанными персонажами. И вот он выход в смоках. Важнейший выход сейчас для Сикретов. Но кажется ОДЖИ тоже в смоках. Это может быть очень жесткая драка в итоге. Флай все спалил. Флай дает ультимейт. Флай раскастовался. Прячет его в сноубол. Выход на Пупея. Как же больно. Меха заходит вовремя. Пупея живет. ЕМП взрывает Тинника. Мизери дает стан. Флай у Колденбрейс. Никого не убит. Это минус 2. Виха падает. Минус 4. Вот это прием был знатный. И снова Тускар. Кого бы ни инициировали Сикреты. Всегда есть этот злосчастный. Вечно мешающийся. Противный до ужаса Тускар. Который сейчас зацебит сноуболом. И ни черта не сделать. Ну и там конечно же хороший раскаст от ОДЖИ. Все нюки залетели как надо. Винтерскерс по Лайдай. Там дальше Тунокер. Раскаст по троим. Ну в общем. Получилось действительно очень круто. И вражеских хэншентов забирают. Как же это много сейчас. Ну вот собственно говоря. Вот эта комбинация. Винтер Виверна и Туск. Которую забрали на первые два пика. Уже было понятно насколько она грозная. Сикреты ферст пиком Слордара. Открыли скажем так сопернику. Немаленькие возможности. Диффуз появляется у Ноутейла. Ну преимущество становится невероятным. ОГ. Месяц секретов. Фантастика. В первой карте. Да. Гранд финал из Эмейджи. Это интересно. Это уже очень интересно. И вот бегает этот самый Пайлайдай. Суппорт Сини 0.5.6. Аркан Буци. И не может найти он своего места в этой игре. Диффузит. Рассчитывал на быстрый блинг. А в итоге ничего быстрого у него не получается. Виха. Тоже не дофармил до сих пор еще на свой Орхид. Нетворс у него просто отвратительный. Он проигрывает четырем героям ОГ. По фарму. Самое забавное. Что даже если он нафармит Орхид. Инвокер его контрить будет за счет Юлы. И у самого Инвокера тоже скоро Орхид. Виха. Виха играет с Огнем сейчас. В итоге уходит с блинка. Но Инвокер идет за ним. Инвокер. До свидания. Я думаю, что не должен отпустить. Есть блин, конечно. Но торнадо. Но понимает ветра. Без шанса. Ох уж этот Миракл. Без шанса. Ну да. Вот на топе была какая-то попытка зацепить Аэму. Вроде как Аэму на сплитку. Ну вот единственная надежда на антимага. Ну, опыт даже предыдущей встречи. Да. Финал лузеров нам показывал, что ребята из ОГ очень неплохо против антимагов играют. Знают, как их ловить, где их ловить. Специалист вообще по этим делам. Но товарищ Мунминдер. Что он и есть, и что, я так понимаю, на Пускари то же самое. Да. Что он там сотворил против Тинкера. Это вообще с ума сойти. Он его нашел в кустах раз 10, наверное, за игру. Сумаил подумал о Мабхаке сразу. Смотри, Мунминдер краски находит антимага. И Нотейл тоже здесь. Ага. Задиффузил Энви. Пробивает с руки Энви. Остает еще импот, чтобы сделать блинк. Сноупол. Энви тэпаут не смог сделать. Айшарт, Валерас Панк, Артик Бёрн. Туда же залетает. И, боже мой, Энви 60 хп. Неужели уйдет? Неужели уйдет? И опять он выживает на лоу хп. Да как же ему везет? Или не везет? Айшарт видит Сигиль. Энви снова блинки. Как-то пытается уйти от этого Сигиль. Его снова видно. Сноупол. Мунминдер. Не Энви. Энви 29 хп. Айшарт и накрывает. Вот Ускар Мунминдер. Таких керри героев не отпускает. Да. Ну, как мы видим, как бы тебе не везло, если против тебя соперник делает все правильно и находится в настолько крутой позиции, то тебе уже никуда не уйти. В итоге теряются его кор-герои Сикреты. О да. Это... Это очень интересная у нас получается игра. Мизери тем временем с блинком забирает баунти руну. Вынужден использовать телепорт. И у Сикретов немаленькие проблемы против команды OG. Сейчас у Пайлайдая будет, так понимаю, проблема. Кулснэп он уже поймал. Норнов Шадоу сверху. ЕМП-шка есть. Элнчон на развороте Пайлайдая. Отдает Тос. Ну, встречает противника грудью своей. Правда, это его не особо спасает. Погибает он. Еще один соло-фраг. Ну, и уже так довольно серьезно захватывают территорию OG. Перемещаются по чужому пространству, по чужой территории. Низ у них тоже обратится внимание неплохо за Варшем. И начинают прессинговать на Т2. Хорошая статистика. Шесть игр против антимага. Шесть побед. Тем временем Винтерскер съязается на Мизери. Мизери получает Варлус Панч. Использует стики. Здесь же успевает перетянуться антимаг, но Мунминдер. Хекс. Есть Мека. Нужно спасать Мунминдера. Поднимать в воздух Шадоу Шамана. Чем-то сбивать ему сетку. Но нету фокуса. Он и так живучий. Он просто живучий. Айшарц накрывает еще одного персонажа. Приходит Энви. Энви понимает, что он зря. Что он, наверное, пришел. Потому что чему-то слишком. Больно пробивает Миркл. Ужасно больно. Валерос Панч. Этимаг в таверну. Сноупол был. Прокаст на Пайлайт. Да и снова сноуполом все и выйдет. Ускар налетает на Виха. Виха блинками в шоке. Пытается просто-напросто уйти. А Миркл вместе с Ускаром продолжает свои развлечения. Под стирного противника. ЕМП сверху залетает. Также дерутся под вардами. Это ничего не значит. Накрывает Пайлайт. Да, это минус четыре. В живых остался только Виха. Который просто где-то там возле верхней руны пытается спастись от этих бешеных OG. Да, фантастика. Нужен тайм-аут команде Team Secret, чтобы каким-то образом усмирить OG. Ты смотри, они Виху будут перехватывать Виха. Курьера, конечно, подбил, но он был пустой. Найс Курьер, говорит ему Миракл. Петчайший Байт на Курьера в исполнении OG. Ну, не знаю, насколько это был Байт, но размин определенно выгодный. И тем временем NoTales носит вышку в миде. Графики улетают куда-то в глубины недров Доты. И 12 тысяч уже OG несут Secret. Вот ты знаешь, я с тобой полностью согласен, что в таких моментах, когда начинается какой-то сумбур, непонятная игра для команды, которая четко уже определяла свои стратегии, нужно просто поставить паузу. Вот элементарно пауза, тайм-аут. Дядя скажет, ребята, что происходит и так? Почему у нас месяц OG по всей карте? Что мы делаем не то? И вот такой возможности, понятное дело, что в Доте нет. Я думаю, что Secret очень были довольны, если бы у них была такая возможность. Ну, у них будет после того, как они напишут две заветные буквы. Довольно много времени, чтобы обсудить, что же они сделали не так. А здесь, честно говоря, ну, я не скажу, что аутов нету против такого пика в такой ситуации. Тяжело, безусловно, но подраться хорошо можно с тем же антимагом. Но насколько хороши OG? Да, хороши, безусловно. Ну, просто вот, ты знаешь, поймали они кураж после предыдущего матча. Это было видно, это видно сейчас по текущей игре. Они не парятся. Ты вот посмотри, это тут просто соло-беготня. Если бы Сикреты сейчас не расслабились, они бы там ловили вот под инвизом этого инвокера, под центришником своим ходили пятером. Но получается, OG они продолжают с этим заниматься. Забегать где-то и делать соло-килы. Это ужасно, ужасно для Сикрета. Да, ну и близится все к тому, что у нас Даззл обгонит Queen of Pain по своему фарму. Есть уже блинк у Виверны. Такие артефакты вообще появляются у саппортов. И у нас фактически есть пять героев в команде ОГЭ. Та же Виверна и тот же Даллас. Да, Даллас. Даззл очень сильны. Да, причем у них очень хорошая возможность. Хорошая и не только в этой стадии игры. Все увидели. Все увидели абсолютно. Виверна и инвокер. Он понимает, понимает, что противник где-то здесь закрал. Сейчас будет заходить в лесочке, а там крит. А он зайти не может в этот лесочек. Он заблочен всеми вот этими деревьевцами. И он пройти туда просто-напросто не смог. Крит в такой условной безопасности находится здесь. Вырубил себе вольер. И все абсолютно видит ОГЭ. Опять же, два героя дают разведку. В этот момент три героя фармят. Сикреты не фармят. У них только антимаг немножко подрезает лесных крипов. Ну, ты знаешь, они начали бегать пятером. Что уже похоже на какой-то здравый смысл. Гем покупают. Тот же Гем бы, я уверен, не помешал Сикретам. Иначе, ну иначе просто непонятно, как противника убивать. Там и Глимер Кейпы, там и Биз. С базы вообще выйти без гема тут. Ну, сейчас они собьют все ворды ОГЭ. И с базы ты не выйдешь никогда. Потому что соперник тебя опережает по пику. Антимаг единственный герой, который имеет какой-то фарм. Ну, в принципе, с такими артефактами, да, он может. Но против пяти сильных героев врага, антимаг, у которого, ну, только-только появилась монта, это не самый сильный персонаж. А плюс ко всему, вот мы обычно в таких ситуациях, когда одна команда полностью проигрывает старт и мидгейм другой команде, мы начинаем с вами разговаривать о теории идеального замеса. Да, вот на пупейте время атака пошла. Артик Бёрн, есть Сайминс, Винтерспласт. И пупей должен погибнуть. По торфедам, да. Мокер его съедает, викидсик. Уже под базой тебя убивают. А, уже под базой, уже просто так не выйдешь. Так вот, начинаешь разговаривать каких-то, обсуждать какие-то идеальные ситуации для Сикрет. Но у них пик такой, что у них нет каких-то суперкрутых АОЕ. Да, суперкомбы нету. Магнус с Виверной, как были у ЕГЭ, например, которые, как мы видели, все равно не помогли. И здесь очень тяжелая ситуация. Но посмотрим, может быть, найдут какую-то лазейку. Напомню, что Сикреты выиграли все последние турниры крупные, если не считать, ну, после ESL, на котором они заняли второе место, сыграв неудачно с Вегой. Ну, о Веге отдельная история, может быть, как-нибудь поговорим. Но пока что база падает. База у Сикретов. Ребята, нужно дефить в бараке. Они пытаются разменяться, но демеджа-то у вас меньше гораздо. В этот момент нападение на Пупея. Пупея ставит Змейки. Умирает очень быстро Змейки. В секунду минусует Лансер Таск. Эти Змейки должны стоять были не здесь, а на топе. Время спритпуша Виху подцепили через Винтерс Кёрс. Виха погибает за этот Винтерс Кёрс. Мизери, понятное дело, никуда не уйдет. У него нет просто Афа. У него блин, который мы, конечно, моментально его сбили. Это минус-минус три на разных частях карты. Минус сторона, минус три героя и практически никаких шансов. Ну, Дави, Дави тоже довольно серьезный, довольно хорошо играет. Так вот, Шаду Шаман должен был спритить сейчас. Его варды должны были быть на топе стоять и пушить. Но не снизу. Снизу деф с этими вардами практически ничего не дает. О-о-о, вот это подхилл от Флая. И здесь же антимарк. Ой, Энви, а ты зря. По-моему, зря, Энви. Очень зря. По-моему, это была критическая ошибка. Энви. Манта Стайл у него, конечно, есть. Блинковый. За ним до конца идет Мунминдер. Манта Стайл. Найти нужно. Вайс Шарс. Есть Хекс. Приходит Пупей. Гардиан Гриф срабатывает. Неплохо. Мунминдер пока жив. Грейв, Грейв, Грейв. Но в Шеклсах, Шеклсах стоит Флай. Вот теперь может дать подхилл. И будет еще Грейв. И на развороте Пупея. Байбэк делает Динни. Накрыли Пупея. Приходит Пай Лайдай. А тут уже рядом Фантом Лансер, которого говорит нет. Этому самому Пай Лайдай отправляем его снова в таверну. Никого не убить. Никого не убили, да. И, в общем, закончу свою мысль. Сикреты близки были к тому, чтобы стать топ-1 командой этой осени, если они выиграют мейджор. Но если они мейджор не выиграют, никто и не вспомнит, что они выиграли какие-то там 3 лан-турнира до этого. Все будут говорить только об ОГ. Да. И о том, например, что единственными, кому отдались ОГ, например, на этом турнире, да, ну, если мы, опять же, не берем в расчет, это вега. Это вега. И причем дважды. Бывают такие, кажется. Медвенитереним проносит 100G. Уже снесены две стороны. Следовательно, осталась последняя топ-линия. Докупаются очередные, просто сумасшедшие артефакты, которые стоят огромное количество денег. Виверна 1500 монет до рефрешера. Таск-дезолятор. Боже ты мой. Я хочу развидеть это, наверное, говорит Пупей сейчас в своей команде. Вы все фанаты этой команды. Я не знаю, слышите вы или нет, но зал скандирует ОГ. Хотя я уверен, если начнут Сикрет делать камбэк, зал будет орать погромче. Все-таки болельщиков Сикрет здесь побольше. Это да. Ну, вообще, конечно, здесь имеет место быть и оверфарм, и оверплей, и все-все овер просто. Ну, достойно должны Сикреты закончить эту карту. Каким-то образом я ожидаю увидеть какой-то смог, тот самый смог последней надежды. Надо проезжать, попытаться выйти в пятером, устроить какой-то файт и признать в том, что сегодня ОГ очень хорошо играет, хотя бы в первой карте. Да, ну и как бы история финала лузеров нам показывает, что даже с такой уверенной игрой можно еще вполне проиграть. Хекс на Миракле, и сейчас можно убить практически у любого. Подсейва нету никакого у команды Сикрет, в то время как вот это еще одна тяжелая ситуация. Есть Грейв, есть Колден Брейс, есть Нобул Туско. Три подсейва очень жестких у команды ОГ, и ни одного у Сикретов. Да, чтобы вот так вот подчеркнуть доминацию той команды на другой, можно сказать о том, что Суппорт Дазл, герой пятой позиций, переформил четырех героев Сикретов. Обошел Квапу все-таки, причем на две тысячи. На две тысячи. Квапу, Слардар, Тинни, Шадоу Шаман. Ну то есть, если Шадоу Шаман, Тинни, понятно, это два Суппорта, но Квапа, Слардар, извините, это мид, ну был там сначала на легкой, а потом в миду, и оффлейдер. Ну вообще, когда появились барабаны, уже было немножко удивительно, барабаны и аркан-бутсы. Сейчас еще и Форстаф и Плэтмейл. Лотус Сорп, о боже мой. Я уже Лотус Сорп. Страшнейший Дазл, Миракл, Хекс на Пайлайдае. Минусует моментально в этот момент. А где Сикрет это? На фонтане стоят. А, понятно. Это, в общем, уже увеличивает время своей паузы между первой и второй игрой. Я могу поздравить болельщиков ОГ. Это 1-0. Кто бы мог подумать. Да, за 31 минуту. Настолько жестко. Причем исполнение было на уровне. На очень высоком уровне. Это не тот Миракл, который затпшился на гирокоптере в кусты в матче против Веги. К вопросу о том, что, да, Вега победила, но ОГ не показали свои лучшие игры в том матче. Очевидно. Ну да, набирали по ходу турниры. Все-таки групповая стадия прошла не так хорошо. Но мейн-эвент с лозеров и... Как вы видите, результат. Итак, 1-0, дорогие друзья. Ребята из Сикрет соглашаются с поражением в первой карте. С горя Антимаг покупает 4 Мидаса. И на этом карта заканчивается. Да, Крид говорит. Ну, я, ребята, сам в шоке от своей игры, наверное, с митимейтом. Как же это было просто? Как там Миракл обычно после игры на 8к ММР говорит? Визит 25? Геге, как он пишет. Говорит, вот Мунминдер показывает. Вот так вот. Да, ну, Мунминдер был очень хорош. Были, в принципе, очень хороши команды ОГ. Сикретом, на мой взгляд, немножко не хватило драфта. Ну, статистика Тини 0.10, она говорит сама за себя. Все-таки этот саппорт, которого очень жестко наказали, причем просто. Просто пришли к нему в лес, поставили два варда, и все. Игра закончена у Тини, да? Она, так даже, скажем, и не началась. Да, ну и про Миракла стоит отметить. Его исполнение на инвокере достойно самых высоких эпитетов. Каждый, каждый из игроков отыграл действительно очень-очень хорошо. Ну, вот такая вот у нас, дорогие друзья, получилась первая карта гранд-финала. О ней поподробнее вам расскажет наша студия-аналитики, поэтому передадим им слово. Иван. Еще как расскажем. Спасибо большое, Рустам. Спасибо большое, Вова. Ну, поздравляем. Поздравляем Аджи с тем, что они выигрывают первую карту, да, до победы в этом противостоянии еще далеко, но один шаг такой немаленький уже сделан. И мне, в принципе... Идешь к 35 очкам. Да, я иду к 35 очкам. Меня только пугает одна вещь. То, что когда сносили третью сторону, стояли АФК все герои команды Сикрет, и Пупей что-то активно рисовал на карте. Он заранее начал объяснять. Показывал, пинговал и так далее. Это настораживает. Просто для того, видимо, чтобы не тратить время на просмотр реплея, потому что времени особо-то тут и нет, я так понимаю, перерывы буквально 5 минут, Пупей уже объяснял, что пошло не так, ругался, видимо, на свою команду и говорил, что нужно было сделать, что надо будет сделать в следующей игре. Ну и здесь, конечно, вот эта вот стратегия с Тинни, которая два раза на этом турнире уже закатила, здесь просто не пошла, потому что, ну, видимо, я не знаю на самом деле на что рассчитывали в таком случае Сикрет, не покупая там Синдрей и не озаботясь тем, чтобы разблочить спавны эти. Потому что без них, ну, собственно, Тинни нечего делать. Получается, он такой достаточно бесполезный. Но вообще игра пошла так примерно, как мы и предполагали, просто мясо. Хотя бы начиная с первой минуты, где просто пять игроков одной команды, пять игроков другой команды. Несмотря на то, что у одних инвокер, который в драке пять на пять ничего не делает, а у других Квин оф Пейнт с блинком, они просто зашли в лес и начали меситься до победного. Супер-классная игра и офигенное исполнение Тоджи. Егор, что-то...